Когда эти наводнения начались, власть объявила, что выплатят компенсации на уровне 50 МРП. Это в районе где-то, по-моему, 188 тысяч тенге, или 189, по-моему. Как только я вышел, что нужно по миллиону тенге, прямая компенсация каждому человеку, немедленно выходит заявление со стороны правительства, что теперь компенсация будет 100 МРП. 100 МРП это 369 тысяч тенге. На семью. Это вообще ничего. Люди, которые потеряли все, это вообще ничего. Поэтому мы разработали план. Компенсация каждому человеку, каждому члену семьи, включая детей, по миллиону тенге. Если у вас в семье 5 человек, значит вы получаете 5 миллионов тенге. Во-первых. Во-вторых, 500 тысяч тенге за квадратный метр компенсация каждому, чье жилье попало под наводнение. Или утомило совсем, или даже наполовину, чтобы, например, человек, если имеет жилье или имел жилье 100 квадратных метров, он получил 50 миллионов тенге компенсацию. И не важно, это ему эти деньги уйдут на ремонт или на полное восстановление строительства рухнувшегося дома. В любом случае, 500 тысяч тенге за квадратный метр, чтобы человек за эти деньги мог возместить ущерб. Купить падших животных. Они сейчас заявляют власть, что больше 8 тысяч погибло лошадей, коров, овец и так далее. Конечно, эти цифры существенно занижены. Но в любом случае, 500 тысяч за квадратный метр позволит людям покрыть свои расходы. И еще очень важный момент. Сегодня в Уральске люди выступали и говорили, что власть не учитывает дачные участки. И там много людей проживает на дачных участках, на дачных домах. Та программа, о которой мы заявляем, она касается всех. В том числе тех, кто имел дачное жилье. Какая разница, в городе или в селе и так далее. Это жилье человека. Поэтому все те, кто живет на так называемых дачах, должны предоставить документы, что они имели, например, 50 квадратных метров. И за это получить 1000 евро или 500 тысяч тенге за квадратный метр. Значит, они получат за 50 квадратных метров 25 миллионов тенге. Вот так должно работать то, что мы предлагаем. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю на 1 мая выйти на митинг с требованиями. И вообще это будет странно. 10 областей затонуло. Люди потеряли дома, имущество, животных. Живут непонятно где. И чтобы наши люди при этом не протестовали, ходили молча, терпели, верили очередным обещаниям. Это очень странно. Тогда я не понимаю. Собаки воют. Собаки рычат. Животные подают сигналы. Как так получается, что люди будут молчать? 10 регионов. 10 регионов в нашей стране, это миллион людей попали в зону подтопления. Миллионы.